Здравствуйте и благословение! И если вы с нами первый раз, то я Итан Шишков и Александр Канад. Мы начали цикл об осенних праздниках в Библии. Мы говорили о важности сердца. Притик Богу от всего сердца. Дать Ему свои сердца. И что Бог вернул нас в свою святую землю от всего своего сердца. По словам Ешуа, самая главная заповедь это любить Бога от всего сердца. И когда мы входим в период осенних праздников, очень важно подходить к этим праздникам от всего сердца. И первый праздник в этом цикле осенних праздников, это День Трубного Звука. День Трубления обычно связан с покаянием. Есть что-то, что Раввины говорят на тему Шофара. Когда в Шофаре есть вот такое вот одно направление, это символизирует наше возвращение к Богу. И возвращение к Богу это то, что мы делаем от всего своего сердца. Это не поверхностное нечто. Да, это как-то относится к нашим поступкам, делам. Особенно нашим словам. Ешуа сказал, от полноты сердца говорят уст. Но это вопрос сердца. Я продолжаю, побуждаю вас размышлять и сконцентрироваться на праздниках с сердечным отношениями. И о реальности нашем возвращении к Богу есть нечто в книге Плач Иеремии. Плач, пятая глава, двадцать первый стих. О Господь, дай нам к Тебе вернуться и мы вернемся. Дай нам вновь прежние дни. Возвращение к Богу это не значит, что у нас есть какие-то силы вернуться к Богу. Но в этот сезон очень уместно просить у Бога Его помощи в этом. Даже молиться, Боже, дай мне желание вернуться к Тебе. Научи меня, что значит вернуться к Тебе. Потому что есть очень много материалов в Писаниях на эту тему. Например, мы находим в Песне Песней, что это очень сильная книга на тему наших глубоких взаимоотношений с Богом. Когда жених говорит возлюбленным. Мы согласны с толкованием, что Бог любит нас и побуждает нам говорить нам такие слова. Песня Песня 2.10. И Милый мне сказал, вставай, родная моя, красавица моя, выходи. Какое из-за меюхад, что Иллюхим шар лану шьер ахава. Так касается, когда Бог говорит нам стихи любви. И я очень надеюсь, что это касается вас. И даже несмотря на то, что мы сидим здесь, это касается меня. Наше намерение подготовить себя и подготовить вас к возвращению к Богу. Но все-таки думать, что все начинается с его инициативы. Как написано, ибо он так возлюбил мир, что послал сына своего единора. Чтобы он стал жертвой за нас. Мы поговорим об этом еще, когда придем к Дню Искупления. И также голос шофара, трубы, для меня это как голос Бога. Что он призывает нас. Он в особенности вот такой вот короткий шофар. Его голос, ну, как плачь, выражает плачь. Может, стоит услышать пример. Такое внутреннее. Когда я слышу, я слышу Божье призвание ко мне. И это что-то другое, чем такой трубный голос Победы. Акшав, я думаю, что Рубину, что есть гамма шофар. И большинство из нас известно, что есть также длинный такой большой шофар. Который сделан не из барана, а из, скажем, антилопы. Пседор, зе дань кашер. Авал, зе бедер клал. Па-па-па-па-пам! Что он тоже, да, пригодный для использования, но он такой погодоносный такой. Везе нефла. Это здорово! Это тоже часть День Трубного Звука. В День Трубного Звука говорится о нашем Короле, который возвращается. Но это начинается с нашего возвращения от греха. Нашего ухода от бунта. И центральная вещь в этом, принести наше желание перед Богом. И сказать Богу, вот моя жизнь. Я не совершен. Я еще до сих пор грешу, хотя уже и не хочу. Но я возвращаюсь к тебе. От всего сердца. Со всей своей душой. Потому что ты меня зовешь. Я реагирую на Божий голос посредством шофара. И это желание мы видим также в Священных Писаниях. В Многих местах Писаний, одно из них, например, у Хана. Хана, по-русски это Анна, мама Самуила. Ага, абсолютно. Ага. И она была женой Эльканы. И написано, что Бог закрыл ее чрево. Но это также значит, что Бог может и открыть. Но она была печально. И смыслом ее жизни было дать мужу сына. Ага. Ага. И она молилась. Что священник Эльи подумал, что она пьяная. Но в результате ее интенсивность напряжена. И ее сильного воли решила. Бог услышал ее молитвы. И он ответил. И он открыл ее чрево. И родился Самуил. Почему я говорю это в связи Дню Трупа? Потому что вот это напряженное желание очень соотносится и соответствует Дню Трупа. Я не хочу фигурировать как кто-то саркастичный. Но иногда мы смотрим на эти праздники. Ах шофар! Ах талит! И на нас очень сильно влияет изображение. Мы входим во внешне. Вещи связанные с праздником. И в этом да, красиво. Да, это ж нас привлекает. Но Бог призывает реагировать из сердца. Хотеть его. Как сказала хана. Я должна родить. Мне нужна жизнь. Я хочу быть инструментом твоим. Используй меня, Боже. Я хочу принести пробуждение в Израиль. Как я вижу эту сцену. И в этом направлении мы обращаемся к пророку Осия. Я очень привлек стих Осия 10-12. Сидите себе ради правды. Пожнете по милости. Распахивайте себе целину. Ведь время искать Господа. Он придет и прольет на вас правду, как дождь. Снова, это наше желание перед Богом. И самого себя задать вопрос. Вкладывай ли я свою жизнь, свою энергию в поиск Бога? Это ли вещь, которая движет мной? Что дает мне мотивацию в жизни? Что я приношу все в своей жизни? Прихожу его для того, чтобы узнать его, познакомиться. И Бог ищет таких людей. И мы должны вспоминать, что это двустороннее движение. Я могу сказать, что Бог получает его, и он хочет, и он хочет, и он хочет, и он хочет. Какое состояние у Итана? Я реагирую, потому что Бог начал, и он ищет. Да, ну какое состояние у Итана? И написано упрок языки. И я желаю от них, кто хочет, ищет, 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 ищет. И в конце можно сказать, что есть очень много смыслов для шофара. Мы слышим о шофаре в связи с горой Синай. Юбилейный год. День искупления. День искупления. День искупления. Новомесяч. День трубного звука. И приход царя. Давайте сейчас послушаем. Голос шофара. И отдадим себе Богу полностью целиком. Голос шофара. Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok